Самая напряжённая работа, агитация. Владимир Жириновский отправляется на продовольственную выставку про ДЭКСПО. Пахнуть должно мясо. Надо сами понюхать. Чем пахнет? Понюхай сам. Мясом пахнет. Мясом, да. Химией пахнет. Колбасы, деликатесы. Жириновский попробовал сам. Угостил группу поддержки. Открой ротик, мальчик, открой ротик. Бери, все, жуй. Потом ещё и мясо пожарил. Я хочу, чтобы все питались. Чтобы свина отбивная была хотя бы раз в неделю. Предвыборную активность наращивает и в штабе Павла Грудинина. Так накануне на встрече с избирателями в Ростове-на-Дону кандидат от КПРФ призывал сторонников идти на выборы. Если мы все придём на выборы и проголосуем, как нам велит сердце, мы победим. И жизнь в нашей стране улучшится. Вот только в процесс диалога с избирателями коммунисты внесли изменения. Вопросы, просьба. Писать письменно. Передавать сюда. Я написал, не прочитали вопрос. Можно вопрос, пожалуйста. Минуточку. Минуточку. На какие отвечать, кандидат Грудинин выбирает сам. Так, о какой испанской недвижимости пишут СМИ? Да, обыкновенные. У меня ребёнок очень хорошо зарабатывает. Он взял кредит и купил. Но, кстати, давайте сейчас поговорим про другое. Я тут рассказывал, почему у меня зарубежные счета. А я хочу, чтобы вы подняли руки те, кто доверяет нашим российским банкам. Видите, сколько рук? Некоторые вопросы действительно могут стать неудобными. А таких сегодня как раз говорили в Мособлдуме, куда пришли бывшие работники совхоза имени Ленина. Те, кто считает, что их обманули, лишив права на землю. Мы приняли решение, будем инициировать и к прокурору Московской области, и к руководителю Следственного комитета, и к главному управлению внутренних дел. Тем более, сегодня мы убедились, что судебные решения в некоторых случаях просто противоречат друг другу. Оказалось, что обманутыми считают себя не только пайщики. Некоторые работники ЗАО получили квартиры под договору коммерческого найма с правом последующего оформления в собственность. И в 2012-м должны были стать полноправными хозяевами. Но за два года до этого остались без работы и на улице. Мою должность сократили, меня уволили, и мы остались, что называется, нищие. Денежные средства и имущество удерживаются по сей день Грудиным Павлом Николаевичем. Моим родителям возмещений материального и морального вреда никакого не произведено. То есть впустую отработали по 13 лет каждый отец 13 лет, мать 13 лет. А у вас уже есть план какой-то, с кем вы будете встречаться? Я весь план выложила на сайт. Ксения Собчак, как и планировала, улетела в Соединенные Штаты. Вот в самолете до Вашингтона, а вот уже в самом Вашингтоне, в Центре стратегических исследований с докладом. Сейчас я активно занимаюсь своей президентской кампанией. Но, несмотря на это, я приехала сюда на несколько дней. Потому что действительно считаю, что отношения между нашими странами очень важны. Это то, что нам стоит обсудить, попытаться найти верное направление и взаимное решение для обеих наших стран. А вот кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин в Москве. Сегодня на выставке в Музее космонавтики. Советский агитплакат, призывающий к освоению космоса. Но оказался здесь и такой, что называется «На злобу дня». Выйдем на выборы все как один, все на выборы, лучшим свои голоса отдадим. Развитию космической сферы, по мнению Сурайкина, современная Россия также должна уделять больше внимания. Мы должны понимать, что вложившись в эту индустрию, мы получим и рабочие места, и новые технологии, и международное доминирование нашей страны. Поэтому космическая отрасль является одной из важнейших оборонно-промышленных областей, которой надо предметно заниматься в ручном режиме. Борис Титов на встрече в Российском Союзе промышленников и предпринимателей. Их лидер партии «Роста» считает своей главной аудиторией, для которой и писал стратегию «Роста». Ее Титов называет бизнес-планом для России. Но говорили сегодня все больше про защиту самих предпринимателей. Наша задача сегодня улучшать предпринимательский климат в стране, в частности, снижать уголовное давление на бизнес, для того, чтобы бизнесу в нашей стране стало жить намного безопаснее. И уголовное право использовалось тогда, когда есть реальные нарушения, а не для того, чтобы влиять, давить на бизнес. Григорий Явлинский сегодня тоже в Москве, но делится со своими доверенными лицами впечатлениями от поездок по регионам. Я увидел совсем другую картинку, нежели так, к которой мы с вами привыкли. Эти поездки, по словам лидера «Яблока», лишь подкрепили его уверенность в важности своей программы. Она о том, что нужно создать в России, и это можно сделать, самую современную, работоспособную, эффективную, конкурентно способную экономику, целую экономическую машину, потому что нынешняя исчерпала себя по многим причинам. Вторая наша задача – это ликвидация бедности, потому что не будет растущей экономики при такой бедности и нищете. Не бывает. Третья задача – создание внутреннего спроса. Четвертая – открыть страну для инвестиций. Главный вопрос – как ее реализовать? Завтра Евлинского ждут в Центр-Избиркоме.